Девушки отдыхают Всегда радует и приводит в состояние некой легкой эйфории Вот в состоянии этой самой легкой, еще раз подчеркну, эйфории Я и делаю первый шаг по улице, о которой пойдет речь далее Открою сразу все карты Игральные, атласные, топографические, геодезические и контурные И сообщу, что это улица Челюскинцев Чтобы понять, кто такие челюскинцы Вначале нужно вспомнить, кто таков господин Челюскин Семен Иванович Челюскин, знаменитый российский мореплаватель и исследователь Север В свое время он плавал вместе с Димкой и Харитоном Лаптевыми Это такие два брата В честь них еще назвали море Лаптевых В честь Семена Ивановича назвали мыс А также судно Ну, судно, вы понимаете, в каком значении Все-таки здесь больницы нет Пароход, короче говоря И, естественно, вот эту самую улицу в городе Харькове И во многих других городах бывшего Советского Союза Ну, сейчас не о них Сейчас о Харьковской улице Челюскинцев По которой мы гуляем Историю с пароходом Челюскин не иначе как эпопеей не называют Ну, давайте ее так перенесем в современное русло Значит, советское правительство, которое в данной роли выступало как промоутер Отправило около ста человек Такую тусовку-экспедицию По Северному морскому пути Ну, на Северный полюс Потусоваться с Пиджей-поддержкой Ну, и так далее Но, так как не было мобил Промоутеры топ-то правительства Не договорилась с тяжелыми льдами И льды зажали эту тусовку Этот пароход И после двух месяцев Просто раздавили его в щепки Как раз это произошло, между прочим, 13 февраля Только 1934 года Что было дальше? Тусовка не растерялась И высадилась на льдину Ну, подала, естественно, сигнал бедствия Продовольствия было предостаточно Они разбили палатки Топ-то продолжили, так сказать, под открытым воздухом Устроили open-air И диджеем у них И по совместительству главой этой тусовки-экспедиции Выступал знаменитый в те времена Это были 30-е годы, напомню Диджей, русский диджей Отто Шмидт Ну, в честь него потом позже назвали знаменитый каталог Такой толстенный немецкий каталог Товаров, различных товаров Хороших До материка было всего лишь 150 километров Но вывезти около 100 человек на упряжках было практически нереально Поэтому вся надежда была только на авиацию И авиация через некоторое время пришла на помощь За несколько месяцев Летчики вывезли практически всех Стрейфующей льдины И получили звание Героев Советского Союза Которое было, кстати, учреждено специально по этому поводу Кстати, в Харькове челюскинцев помнят и чтят Здесь совсем рядом находится первый въезд челюскинцев Чуть дальше второй въезд челюскинцев Если пойти еще дальше, направо То там будет третий и четвертый въезд челюскинцев А если зайти еще глубже То там будет просто въезд челюскинцев Кстати, интересно, знают ли харьковчане Кто такие челюскинцы? Челюскинцы? Ну, это которые на льдине высадились И что дальше? Это был ледокол Который был затерт льдами Вот, погибло много людей Ну, и которые были там, ну, как сказать, зимой Дальше вот улица челюскинцев Честь них назвали? Ну да Можете вспомнить фамилию хотя бы одного челюскинца? Нет, не могу Показывали, но я как, ну, забыл Они реально были героями? Ну, конечно, погибли А теперь краткое содержание истории Плывет по северному морскому пути пароход Называется он челюскинцы В нем около ста чуваков плывет Но налетают льды Вот такие льды налетают Зажимают его И топят Все, утонул Но чуваки Вот у нас чуваки Они высаживаются на льде Ой, один утонул Кстати, один действительно утонул Вот И они такие дрейфуют себе Дрейфуют Но Долго дрейфовать Все-таки несколько месяцев Уже прошло почти полгода Это очень тяжело Поэтому они вызывают авиацию Вот у нас авиация Авиация прилетает Сажает И чуваков вывозит Вот такая была история С судном Челюскин Еще хотелось бы вот что отметить Внимание, кстати, всем Харьковским промоутерам И продюсерам За время опен-эйра Челюскинцы На своей дрейфующей льдине Расчистили Посадочную площадку Для самолетов Родили Девочку Ну все-таки Их путешествия Их тусовка продолжалась Ну практически год Так что Подходите К организациям Вечеринок В Харькове Покреативнее Потому что Публика сейчас Требовательная Вот такая была история Вот такая была улица Кстати, я совсем Про нее забыл Ну где-то Продолжительность ее Ну километра два Примерно Может быть полтора Очень много домов Чуть больше сотни Причем Несколько домов Образцово Показательного Содержания И очень много домов Которые Строятся Или Ну скажем так Реставрируются Оржникидзовского района Кстати, особенно Там сердит на гробе Виктории Строятся Шмидт В российской истории Седыми Провьми Стесненная Ласкова Сегодня смеюсь Сегодня Здравствует Советский Союз За вас Каждым Мускулам Держусь И горжусь Челюскинцы Русские Редактор субтитров Корректор А.Кулакова